Магия Смысла Недавно, будучи такой вот патриотически настроенной россиянкой, написала про сдачу украинских бойцов на Азовстале в Мариуполе о том, что вот сколько бы Давид не пытался противостоять, но ведь Голиаф там больше, вот в истории Давида и Голиафа, ну может у Давида какие-то могут быть такие противостояния, но в конечном итоге против силы-то кто попрет? Кто же попрет по тем силы? Голиаф всегда победит. Жалко, что люди пользуются примерами, не прочитав оригиналы и не зная вполне значения, поскольку, как мы знаем, в книгах Танаха, в русских ветхого завета, в библейских книгах победил именно Давид. Но история Давида это не история Азовстали, условно говоря. Почему? Потому что тут надо понимать, что Давид может победить Голиафа в столкновении только при одном условии. Если он не будет подражать Голиафу, если он не будет вести себя как Голиаф. Если вы смотрели фильм, по-моему, 2006 года с Мэлом Гибсоном «Патриот», то помните, наверное, как герой Мэла Гибсона, глядя в окно на происходящую битву, когда американские ополченцы выходят против британских гвардейцев, говорит, идти с красными мундирами на одном поле в лоб в лоб, это же безумие, это же самоубийство. Почему? Потому что вот если плохо подготовленные к войне, гораздо более слабые американские ополченцы будут подражать регулярной британской армии, то понятно, что в сражении лоб в лоб они проиграют, как более слабые. В этом отношении пример Давида и Голиафа, это пример именно того, что Давид не подражал Голиафу. В чем была суть столкновения Голиафа с Давидом? Голиаф выходит перед еврейскими войсками исполин, воин, мощный, и предлагает хоть кому-нибудь сразиться с ним. Понятно, что в еврейском войске нет похожего исполина, который готов выйти на такой бой. Тем более, что у филистимлян к тому моменту уже есть железное оружие, они намного старше, у евреев они только начинают появляться. Есть уже железное амбундирование, латы и так далее. А еврейский воин, ну что он может ему противопоставить? И вот если бы любой еврейский воин пошел бы воевать с Голиафом по методу Голиафа, то он бы безусловно проиграл бы, он бы не смог победить. Голиафа победил. Поэтому еврейское войско никого не выставляет, пока не появляется юноша-пастух, который просит ему разрешить. Но поскольку он единственный, то у царя Саула Шауля нет вариантов. И он посылает его. И вот этот еврейский воин ему предлагает взять меч, взять тяжелый железный щит, одеться в броню. И он от всего этого отказывается. Если бы он последовал, то есть подражал бы Голиафу, то он бы безусловно проиграл. Он бы проиграл безусловно. Давид выигрывает, потому что он отказывается подражать Голиафу. Он не будет себя вести как Голиаф. Он посмотрит, в чем Голиаф слаб. Да, Голиаф исполин, великан, одетый в тяжелую броню. Но именно поэтому он лишен маневренности. Он малоподвижен. А от того, что он большой, в него легче попасть. И Давид выходит на бой с легким щитом, сшитым из двух шкур, взятых как треугольники. Отсюда получается шестиугольник звезды Давида. И с прощой и камнем. И камнем попадает в лоб исполину так, что пробивает ему лоб. Не подражая ему. Потому что, условно говоря, древнее войско, в нем была кавалерия, пехота. И было что-то наподобие современной, я не знаю, актиллерии или ракетных войск. Это были метатели-лучники, метатели-копии, метатели-дротиков. И те, кто били из пращи, что реже. По большому счету, вот эти три рода войск могли, ну, как в камень, ножницы, бумага, буквально блокировать или нейтрализовать друг друга. Но у каждого из этих войск, по сравнению с другим, были свои преимущества. Задача маленького Давида по отношению к большому Голиафу, понять, в чем его преимущество. И воспользоваться этими преимуществами в бою. Что он и делает? Не подражая Голиафу. В этом отношении бои на Азов-Стале вовсе не были столкновением Давида с Голиафом. Азов-Сталь, это принять то, что сделал батальон Азов, он принял российские условия ведения войны. Позиционные, фронтовые, осадные, ба-ба-измором, кто больше выдержит. И в этом отношении понятно, что большие, более сильные российские войска могли выдержать дольше. И могли взять их, как угодно, измором или просто забить тяжелыми бомбами. В тот момент, когда Украина, украинские войска переходят от большой гордыни в позиционное столкновение лоб в лоб с российскими войсками, во всяком случае, по ситуации на сегодняшний день, они проигрывают. Нет, украинские войска выигрывали только в одном случае. Если они вели себя, как Давид по отношению к Голиафу. То есть, когда использовали уязвимости Исполина, слабые места великана. Ну, когда идет колонна и при помощи нескольких дживелинов можно подбить первые и последние танки и заняться уничтожением колонны. Когда это работает именно маленькие сетевые группы, которые действуют против гораздо больших войск, которые позволяют им, даже если они наступили, зайти к ним в тыл и оказаться заново и заново на том же положении. В Израиле это, к сожалению, допустим, происходило во время Второй Ливанской войны. Вот мы выбиваем из баллонов с большими силами, выкуриваем их из этого места и идем дальше. Они на следующий день возвращаются в то же место, в те же окопы. Действуют так, что просто делают все, чтобы избежать фронтальных столкновений, когда собирается большая концентрация войск. И недавно один из украинских офицеров мне сказал такую вещь. Мы побеждаем, когда мы действуем, вот как украинская вольница, против больших регулярных войск и бьем их в тех местах, где они не ожидали, неожиданно, быстро и так далее. А вот Азов, батальон Азов и бои под Азов Стали, это скорее подражание российским войскам. Это не Давид против Голиафа, это Давид, подражающий Голиафу, который обыкчен проиграть. Тот же офицер сказал мне, ну это было от гордыни, просто от того, что вот как-то слишком вот ощущение, что я могу противостоять великану. Не получается. И в этом отношении Давид против Голиафа, это очень интересно не только как военная стратегия, как, допустим, человек, который занимается пиар-стратегиями, я могу всегда легко сказать, что в боях чем больше противник, тем он более уязвимый. Ну, этот метод называется Давид Слинкс, это проща Давида. Почему? Потому что чем больше противник, тем легче в него попасть. Чем ты меньше по сравнению с ним, тем труднее ему ответить. Ну, и есть еще очень хорошая книга о Давиде и Голиафе и о том, как маленькие побеждают больших. Эта книга Малькмана Гладова отдала, она так и называется, «Давид и Голиаф, как маленькие побеждают больших». Очень советую почитать, если вы еще не прочитали. А с вами была программа «Магия смысла», и я и ведущий Давид Эйдерман. Редактор субтитров А.Семкин